Музыка Первый в истории форум Лига Дружбы прошел в лагере Стрельникова. 15 команд, представители национальных культурных центров и вузов, волонтеры и активисты представили свои речевки и познакомились друг с другом. Программа форума была поделена на три направления. Культурное, образовательное и спортивное. С него и начали. Виды спорта включены такие, которые не требуют слишком большого мастерства, большой подготовленности. Это те виды, которые культивируются в каждом дворе, в каждом сельском поселении, в каждом районе. Это волейбол, мини-футбол, традиционные такие для силачей поднятие гирь, перетягивание каната и самые сильные выявления сильнейших в борьбе на руках. В первый день формы определились и первые победители в спорте. На площадках одновременно начались соревнования по волейболу, мини-футболу, прошли эстафеты. Проявили себя команды казахи из Омска и легион белых халатов. Каждая победа приносила очки сборной. Участники отлично проводили время и боролись за переходящий кубок Лиги Дружбы. Собрали большую команду, то есть все, кто у нас не поместился еще, пошли в сборные команды, в другие команды. То есть мы настроены были и творчество показать, и поучаствовать, и победить в спортивных соревнованиях. Очень классная площадка для молодежи, чтобы молодежь развивалась, новые какие-то идеи появлялись в развитии. И тут собрана талантливая молодежь, которая трудится на благо Омской области. И это должно принести свой результат в будущем. Торжественное открытие форума прошло во второй день. Идейным вдохновителем и организатором конкурса стала общественная организация «Казахи Омска». В лице Таргана Шенова и получившая грант правительства Омской области на развитие проекта. Яркий пример того, как инициатива молодежи находит свое воплощение, как идея, которая высказана была в рамках молодежного форума «Ритм», теперь притворяется в жизнь. И эта идея оказалась очень привлекательной для молодых людей. Причем самые разные направления представлены на Лиге Дружбы. Само слово «дружба» объединяет, наверное, представителей национальных культур, общественных объединений молодежи. Идея форума бесспорно прижилась. У Лиги появился свой гимн и более 200 дружных и колоритных поклонников. Состязательная часть лишь добавляла ценности мероприятию. Все участники были включены в процесс и боролись за главный трофей. Очень важно проводить такие форумы. В Омской области проживает больше ста национальностей. И никогда у нас не было никаких проблем. Всегда мы жили в мире дружбы и согласии. И, возможно, это благодаря именно таким форумам, которые проходят у нас на территории региона. После торжественной части открылись тематические площадки. По итогам деловой программы форума участники сформировали комплекс мероприятий, направленный на укрепление гражданского самосознания молодежи на 2017 год, принятый к реализации общественными объединениями участниками форума. В национальный колорит можно было окунуться на улицы во время мастер-классов. Куколки-мотанки на счастье, а также цветочки с таким же смыслом готовили под присмотром опытных рукодельниц. На стадионе атлетичные ребята провели мини-турнир по борьбе казакша-курес. Но схватки носили абсолютно дружеский характер. Насыщенной оказалась и гастрономическая часть. Команда «Заман» устроила мастер-класс по приготовлению татарского блюда из теста и картофеля, которая с 19 века стала обязательной частью рациона у татар. Дома это приготовить достаточно легко. Нужно приготовить обычное тесто, которое состоит из молока, яйца, воды и соли. Готовится, потом все это тесто помещается на сухую сковородку без масла. Получается что-то вроде лаваша. И потом уже заранее приготовленное картофельное пюре закладывается внутрь, прищемляется и готово блюдо. О чудодейственных свойствах кумыса рассказал другой участник форума. Они оказались не менее удивительными, чем рецепт приготовления напитка из конского молока. Деревянная катка из березового дерева смазывается сметаной. Потом туда ставят печку и переворачивают. Когда дым скопится, наливают кобылье молоко и делают тысячу ударов. Я очень рада, что Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта, Главное управление внутренней политики доверило проведение форума именно нашей организации. И очень хочется верить, что это не первый форум и не последний. Мы надеемся, что самая лучшая команда, которая проявила себя и в спорте, и в творчестве, и в образовании, получит от нас переходящий кубок Лиги Дружбы. Мы сделали его переходящим с тем замыслом, что мы повторим наш форум. Итоги форума подвели в воскресенье. Задорный тон церемоний, несмотря на погоду, задавали КВНщики, посвятившие шутки Лиге Дружбы. По итогам форума третье место заняла команда Азербайджанского культурного центра «Ватан Родина». Вторыми стали представители Молодежного общественного совета при Омском горсовете. Победу же в Лиге Дружбы одержала команда татарского культурного центра «Заман». Обладателем гран-при форума переходящего кубка стала команда казахи из Омска. Аплодисменты победителям форума! Мы приехали сюда пассажирами, как сказал один человек, но мы сделали это то, что хотели. Мы готовились, танец придумали буквально за пять минут до того, как мы станцевали. И мы взорвали Лигу Дружбы сегодня. Но на этом сюрпризы не закончились. Финальной точкой стал красочный флешмоб с буквами «Моя Россия» и огромным триколором. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok